Здравствуйте! С вами Елена Литвиненко, и сегодня наш эфир «Успешные тактики достижения цели». Ведь мы по жизни, как говорится, привыкаем к каким-то тактикам своим жизненным, и потом в любой, в общем-то, ситуации жизненной, в том числе и в обучении, мы каких-то вот тактик и придерживаемся. Как будто бы у нас потом включается некий там внутренний голос, да, который нам какие-то по предыдущему опыту вот эти вот успешные моменты, успешные действия нашептывает. Я думаю, что каждый из вас был в различных ситуациях по жизни, то есть как успешно завершалось то дело, которое вы начинали, так и безуспешно. Ну, поскольку я в основном про обучение, про то, как вот мои студенты либо достигают хороших, успешных результатов в обучении, либо, к сожалению, не доходят до финала, вот я уже наблюдаю это много лет и отследила какие-то такие моменты, как люди действуют. Более того, мне, когда я это всё отслеживала, для себя как-то так записывала, запоминала, а вот я поняла, что сказка, ложь, да в ней намёк. Знаете как? Метафорические какие-то образы, они, как правило, у нас очень хорошо запоминаются, и мы помимо воли сравниваем себя с какими-то успешными сказочными героями. Да-да-да-да-да, ещё в детские времена, в детстве нам мама когда читала какую-то сказку. И сегодня я вам как метафору применю сказку Ершова про конька-корбунка. Помните, там тоже было три брата, да? Старший Данила, средний Гаврила и третий, соответственно, брат Иван. Там не написано, что Иванушка дурачок, просто младший брат Иван. И вот как они себя вели, когда каждый из них отправлялся в дозор. Помните, какая там фабула-то? Помните? Что кто-то начал пшеницу по ночам в поле топтать. И отец сказал, надо бы пойти вора изловить. Давайте мы каждый день будем ходить в дозор, а конкретнее вы, соответственно, втроём будете ходить в дозор, и узнайте, кто топчет, зачем топчет и как от этого избавиться. То есть задача понятна, да? Узнать кто, почему и как от этого избавиться. Вот такая у братьев стояла задача. И первый день пошёл старший брат Данила в дозор. И ночь ненастная настала, то есть было очень темно, я так понимаю. Луны не было, и на него боязнь напала. Несмотря на то, что Данила взял с собой крестьянское вооружение, вилы, топор, он собирался к военным действиям. Но вот эта темнота его смутила, и он, помнится мне, зарылся в сено поглубже, а в итоге доложил, что никого не было, он никого не видел. Как с этой задачей справился средний брат? Говорила. Он тоже пошёл не с пустыми руками. Он взял с собой тоже вооружение, чтобы ему уж не было боязно точно. Но тут, как на грех, ночь холодная настала. И дрожь среднего брата на Гаврилу напала. Вот он тоже там укутался потеплее, да в итоге никого не видел. И зверя, а мы помним, это была кобылица, да, повадилась топтать пшеничные поля. Вот он никого, в общем-то, не поймал и пришёл, что называется, домой несолонохлебавшим. Ну и что предпринял последний, младший брат Иван? Взял ли он с собой топор или вилы? Об этом ничего не написано. Скорее всего, нет. Зато он взял с собой краюху хлеба и улёгся под кустом, кушал. Ему было тепло, вероятнее всего. Мы не знаем, была ли ночь ненастная, была ли ночь морозная, холодная, студённая. Мы не знаем. Потому что вроде бы как было всё хорошо. И, соответственно, он увидел кобылицу. Посмотрел под рукавицу, то есть вот так вот. Ой! Он, первым делом, не думая долго, он изо всех, со всех ног, что называется, пустился за кобылицей, схватил её за волнистый хвост и взгромозился ей, вскочил нахребёт. Да только задом наперёд, как пишет Ершов. Но самое главное, держался он очень крепко, потому что кобылица уж столько предпринимала всяких приёмов для того, чтобы сбросить его. Она и вскачь, она и голопом, и по лесам, и по полям. А нет, держится Иван, да? Это про настойчивость, я так думаю. Продержался Иван. На что она ему, в итоге, уморившись, сказала. Коль сумел ты усидеть, так тебе мной и владеть. И мы знаем, да, что было дальше. А дальше, соответственно, она выдала ему в спутники умненького конька-горбунка, благодаря которому он благополучно, успешно достиг результата. Так вот, давайте мы проследим, да, какая была тактика поведения. Первоначально, изначально, как говорится, и первый, и второй брат были настроены негативно, да, на негатив. Они даже не подумали о том, что они могут как-то договориться, проследить, каким-то образом довоенные какие-то провести меры. В то время, как Иван не собирался сразу же бросаться в бой, он что, решил из-под куста понаблюдать. Однако, как только у него представилась возможность, он быстро среагировал. Итак, я бы выделила первым пунктом, да, первой тактикой успешной. Во-первых, настрой такой позитивный, да. Во-первых, тепло оделся. Во-вторых, краюха хлеба. Знаете как, мы бы по нынешним временам, наверное, шоколадку взяли, да, эндорфин в кровь. Ну, в общем-то, он получал удовольствие от того, что лежал, глядел на звезды, да, к тому же еще и краюху хлеба жевал. То есть, позитивно он был настроен. Второе, он быстро среагировал, да. Когда он увидел кобылицу, он не стал думать, что к чему, долго раздумывать, а стоит ли, справлюсь ли я сам, а может быть не нужно. Он просто схватил ее за хвост и сидел сколько мог. То есть, точно еще он проявил и настойчивость. А теперь давайте посмотрим по жизни, да, по жизни, когда мы по жизни это все применяем. Когда мы хотим добиться какого-то результата в каком-то деле. Правда же? Мы именно так и поступаем. Мы, во-первых, настраиваемся позитивно для того, чтобы это осуществить. Не так ли? Если мы негативно настроены, у нас все буквально-таки валится из рук. Правда же? Мы, у нас все не работает, все не способствует тому, чтобы мы осуществили задуманное. То одно случается, то другое. А когда мы на позитиве, мы, как бы, любое препятствие, мы что, его, в общем-то, достойно преодолеваем и, в общем-то, не считаем таким уж сильно большим препятствием. Второе. Вот смотрите, в обучении это применимо? Вот, к примеру, решили вы подтянуть какой-то навык. Что вы в первую очередь делаете? Ну, начинаете где-то что-то искать, читать, смотреть. Правда же? Какие-то примеры и, соответственно, упражнения какие-то. Вот. Но, если вы настроены позитивно, то вы, что называется, не опускаете руки и не думаете, что вот я там два упражнения сделаю, и я быстренько за три дня навык наработаю. Нет, с навыками так не происходит, точно так же, как и с каким-то объемом знаний, пониманий, это никак не укладывается вот буквально в какие-нибудь там три дня. Ну, даже самая простая привычка вырабатывается по последним сведениям, по последним исследованиям 18 дней. То есть тут надо еще и настойчивым быть, правда? Как тот Иван, который ухватился за хвост и, соответственно, удержался на лошади. Кстати говоря, вот мы, вот когда крутимся, да, с большим количеством студентов, мы, я имею в виду тренеры, репетиторы, эксперты, да, когда мы кого-то обучаем, то нам очень видно, как разные люди проявляют различные черты характера и различное поведение, демонстрируют. И кто потом что получает? Мне, конечно, очень приятно вспоминать своих студентов, и некоторые из них просто достойны восхищения, и хотелось бы, конечно, о них упомянуть. А я сейчас буквально один пример приведу одной молодой женщины, зовут ее Марина, у нее двое маленьких детей. И представьте себе, живет она в Германии, и, собственно говоря, из-за того, что она подписала хороший очень контракт с большой фирмой, она приехала туда работать по этому контракту, но... А тут как раз карантин, локдаун, и дети буквально-таки сидят у нее на шее, потому что она не может отвезти их ни в школу, ни в детский сад, им нужно уделять внимание. А она тут задумала еще и ораторское мастерство подтянуть. То есть мало того, что она работает по контракту, у нее это занимает довольно много времени, она занимается с детьми, и это тоже занимает время, и дети еще довольно маленькие, им не расскажешь, вот сиди в той комнате, пока мама занимается. Они прибегали, конечно же, к монитору, они прибегали к веб-камере, и махали мне руками, и я выучила их имена, конечно же, но несмотря на столько отягощающих моментов, столько препятствий, Марина настолько сделала огромный рывок вперед, и самое главное, она стала это, как говорится, быстрое реагирование, да, она не стала долго откладывать, и как только она освоила нижний регистр, она моментально стала применять его и в рабочих моментах, во всех там переговорах на работе, и ее стали воспринимать как более такого солидного сотрудника. Ну и она тут же начала это применять с детьми, я хочу вам сказать. Она решила, что это тоже отличная сфера для применения. Она сказала, что теперь, если раньше она читала детям сказки монотонно, и сама засыпала, то теперь каждую сказку, которую она читает детям, она воспринимает как объект для тренировки своего голоса, и читает уже выразительно, насколько ей позволяют все средства выразительности, которые она освоила. Так вот, на самом деле, никакие препятствия, даже если вы будете смотреть в записи, напишите в комментариях, сколько у вас, в принципе, на сегодняшний день из обучающих материалов лежит в столе, признайтесь. Ну, честно себе, признайтесь, я думаю, что это, как говорится, оценка, анализ того, как вы обучались раньше, это первый шаг к тому, чтобы сделать, освоить какие-то новые приемы для того, чтобы вот это, то, что лежит пылиться на жестких дисках, все-таки тоже было освоено и применено. Для кого это интересная, важная тема, как говорится, успешному овладению гибкими навыками, поскольку моя тема, ораторское мастерство, техника речи, это, конечно же, гибкие навыки, да, коммуникативные навыки, которые на сегодняшний день очень ценятся. И многим сложно их осваивать, даже при хорошем позитиве, потому что, ну, не очень понятно, как как-то оценивать промежуточные результаты, как сравнивать то, что ты имел и то, что ты наработал, как поддерживать мотивацию внутреннюю. Вот эти моменты – это такие препятствия, которые часто у людей на пути встают. И вот поскольку есть что отследить и есть уже наработки на эту тему, то я решила провести мастер-класс на эту тему, прям целый большой мастер-класс, вот, часовой, а то, может быть, и больше. Если вас заинтересовала тема успешных результатов, то я думаю, что этот мастер-класс будет вам более чем полезен. Следите за ссылками, я думаю, что даже под этим видео мы через пару дней разместим ссылочку. Вот, так что реагируйте быстро и скорее записывайтесь на наш мастер-класс. Я уверена, что вам будет это полезно. Ну, а на сегодня, пожалуй, позвольте откланяться. С вами была Елена Литвиненко. Как всегда, по средам. Пишите, звоните, приходите в наш тренинг-центр онлайн. Пишите, звоните, звоните.